Доказать, что если у вас стоят 8 ладей, все в разных столбцах и в разных строчках, то в таком случае на черных полях стоит четное число ладей. А на доске 4 ладей стоят на черных полях, разве нет? Я их объем в кружочек. Вот на доске у меня 8 ладей, из них 4 на черных полях, 4 на белых, чем плохо? Изначально ладьи стояли строго по диагонали. Ну, соответственно, 4 вверх и 4 черных. Но если хотя бы так, если одна ладья движется либо по вертикали, либо по горизонтали, соответственно, другая ладья, вот, например, ладья пришла на другую горизонталь, на другую вертикаль, соответственно, другая ладья перешла на ее вертикаль. Я понял. Я сейчас, спасибо, я понял вашу ответ. Не обязательно. Это действительно, ребята, разумная идея иногда в таком виде решения причесывания задачи. Объясняем. Есть молодой человек, который вам показал, да? Вы можете посмотреть на его полосы и увидите, что они такие вот во все стороны торчат. Правильно? Симпатичная, замечательная прическа. А что можно сделать? Можно взять аккуратно ножнички, расчесочку. И где-то подрезали, где-то и добиться, что у него на голове будет аккуратно, гладко, мило. Согласны? Очень много задач математических решается таким приемом постепенным улучшением, 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 укращением, укращением. Берем конструкцию, постепенно, постепенно и укращаем, укращаем, укращаем. Еле добиваемся того, что нужно. Рассказываю, что в данном случае делается. Смотрите. Вот у меня есть этот. Я говорю, что в этом столе целое я должна быть. Согласны? И в этой строке я должна быть. Отлично. Беру вот этот белый цвет. И замечаю такую вещь, что когда есть любой прямоугольник на шахматной доске, то его углы, они обладают следующим свойством. Либо они все черные, либо два белых, два черных, либо все четыре белые, либо два черных, два белых. И еще бывают ситуации белый-черный и здесь тоже белый-черный. То есть, приглядитесь, пожалуйста, и вы увидите, что когда меняешь вот эти две ладьи, они стоят на белых полях. На вот эти две, то условие задачи не меняется. Согласны? То есть, я отсюда ладью убираю, ставлю сюда. Отсюда ладью убираю, ставлю сюда. Отлично. У меня теперь вот эта ладья встала в углу. Она черная. Ну, на самом деле, теперь тоже черная. Дальше я делаю просто. Я смотрю вот на эти две ладьи. И то же самое. Убираю эту. Убираю эту. Пишу сюда л, и на пересечении сюда пишу л. У меня вот эта стала черной. Ну, это уже стоит дальше. Теперь вижу вот эти белые ладьи. Зачеркиваю, зачеркиваю их. Пишу сюда л, л. Ну, и здесь в конце вот эти вот зачеркиваю. Пишу сюда л, л. Все выстроились по диагонали, они все стали черными. Это вот один из способов решения. В огромном количестве математических задач такой способ действительно дает решение. То есть в данном случае мы потихонечку, начав с левого нижнего угла, улучшали ситуацию, улучшали, улучшали, улучшали. И добились того, что все ладьи выстроились по диагонали. На самом деле, эта задача про ладьи настолько замечательна, что у нее есть еще несколько столь же симпатичных, столь же красивых решений. Очень спасибо, координат можно. Нумеруем от одного до восьми не только стручки, но и столбцы. Поехали. Введем просто координатную нумерацию ножа. Да, да, естественно, дальше. Ну теперь, что значит, что на черных клетках стоит четное число? То же самое, что на белых клетках тоже стоит четное число. Ну, это же без разницы, да. На белых клетках четное или на черных клетках. Ну теперь, вот, у вас есть какой-нибудь белый клеток. Например, 1,2. Да. Координаты белых клеток имеют разную четность. Клетка черная, если сумма абсциссы и ординаты в четное число. Клетка белая, если сумма нечетная. Давайте запишем, Поль, пиши, вот эту букву. Белая сумма нечетная. Ка – это число белых клеток. Тогда 8 минус 5 – число четвертых клеток. Нет, нет, все проще. Ребята, дальше мы же сами можете сообразить. Что он сейчас делает? Он просто в каждой ладьи… Смотрите, все координаты на самом деле это… Слушай, а давай вернемся к нашей реализначальной ситуации. Каординаты у нее такие. 1 плюс 4. Так, следующая ладья. 2 плюс 7. Все пишут. Следующая. 3 плюс 3. Следующая. 4 плюс 6. Дальше пошла. 5 плюс 5. 6 плюс 1. 7 плюс 8. И последняя. 8 плюс 2. Господа, очень важно понимать, что он сейчас выписал 8 выражений. Каждая из них – это сумма числа. Еще заметьте, пожалуйста, в качестве первого слагаемого побывали все числа от 1 до 8. И в качестве того, кто-то. Каждая цифра с Андреем встретилась в 2 раза. Ну потому что здесь… Понятно, да? Здесь… Каждая числа от 1 до 8 встретилась в 2 раза. Пиши, равно. 2 умножить на 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс 8. 2. 1 плюс 2 плюс 3 плюс много… Теперь смотрите. Когда ладья белая? Напиши, пожалуйста. 1 плюс 4 подеем букву B. B. Так. B. Там, где сумма нечетная, надо писать B. 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 Отлично. Так это же просто. Количество белых ладей – количество нечетных слагаемых. А сколько должно быть нечетных слагаемых, чтобы сумма была четная? Чертная. Чертная. Кстати, видно, что от того, что это именно 8, нечетная дальше не зависит. Правда? То есть количество нечетных слагаемых всегда… Б.